Элизабет Бэнкс, Ангелы Чарли, часть моего бизнес-плана, Туал Стрейт и Урнал, США, Майл Стензер. Туал Стрейт и Урнал, США, 20 ноября 2019 года. Сценаристка, режиссер, продюсер и актриса считает, что идеальным голосом он создала с нуля новую серию фильмов. Теперь она готовит новых Ангелов Чарли, для женщин нового поколения. Актриса Элизабет Бэнкс, Елизабет Бэнкс, знает, что ее голливудская карьера могла бы сложиться совершенно иначе. Думаю, будь у меня по-настоящему успешная актерская карьера, заниматься ничем другим мне бы не захотелось, признается она в Борятеле на Манхэттене. И говорит без обиняков, будь я Джулией Робертс, Юлия Робертс, снимать фильмы мне бы не понадобилось. Главный мотив творчества 45-летней Бэнкс – то, как женщины решают проблемы и добиваются своего. На киноэкраны выходит ее ремейк «Ангелов Чарли», шпионского телесериала 1970-х. После раннего пробуждения для съемок в передаче «Доброе утро», Америка Бэнкс в пушистой розовой водолазке появляется в фойе отеля. Ей выдалась суматошная неделя, сплошные пресс-конференции, но она сохраняет удивительное спокойствие. Снимать фильмы – все равно что рожать детей, объясняет она. Это невероятно тяжело, но потом, месяца этот через три, ты такая, только полюбуйтесь на моего малыша. Про боль уже не вспоминаешь. Вот сейчас все уже позади, и я живу на позитиве. Свою карьеру Бэнкс началась с небольших, но запоминающихся ролей в комедиях «Жарко-американское лето» 2001 и «Сорокалетний девственник» 2005, после чего доросла до кассовых серий вроде «Голодных игр и Лева». В «Ангелах Чарли» она уже числится режиссером, соавтором сценария и продюсером, и даже снялась в роли Басли, бывшего «Ангела» и партнерши Чарли, которая отправляет трес и щит на задание. В режиссерской карьере Бэнкс это второе по счету кино после «Идеального голоса 2», ставшего в 2005 году самой кассовой музыкальной комедией. Поскольку она – продюсер и звезда всех трех фильмов, успех «Идеального голоса» – ее рук дело. В случае с «Ангелами» она стала хозяйкой крупнобюджетной франшизы, а для женщин-режиссеров это редкость. Если прошлые «Ангелы Чарли» 2000 года, с Дрю Баримар, Дрю Баримари, Люси Лью, Лучи Лиу, и Камерон Диас, Чамерон Диас, были скорее кичем и фарсом, то версия Бэнкс, при всех комических моментах, больше тянет на классическую шпионскую драму. Вот Человеков-пауков наснимали аж 37 штук, и никто не жалуется, отзывается она на моду на ремейке. Полагаю, женщинам позволительно снять боевик другой раз в 17 лет. Меня во всяком случае это ничуть не коробит. В главных ролях снялись Кристин Стюарт, Кристин Стюарт, Найми Скотт, Найми Шотт, и новичок Эллы Балинска, Эллы Балинска. Бэнкс сообщает, что ей было особенно приятно писать сцены с участием персонажа Стюарт, бойкой вспыльчивой девицу нетрадиционной ориентации по имени Сабина. Когда ее спросили, каково 29-летний Стюарт было сниматься в кассовом блэкбастере после независимого кинематографа, Бэнкс похвалила молодую актрису за умение читать киноиндустрию. Когда попадаешь в большую франшизу, тебе и карты в руки, говорит Бэнкс. Со мной, считай, то же самое. Я считаю, это даже как-то несправедливо по отношению к женщинам. Лучшие роли попадаются в малобюджетных фильмах, но там маленькие гонорары. А в том, чтобы хотеть заработать, ничего плохого нет. В своем фильме, объясняет Бэнкс, она попыталась воплотить изначальный замысел телесериала, рассказать историю женщин в непривычном шпионском амплуа, но без превратности отношения и прочей головной боли. Например, как Джеймс Бонд или Миссия невыполнима, говорит она. Эти женщины, коллеги, и драматизма в их буднях хватает. Ничего добавлять не надо. Они и так правдоподобны. Окрыленная успехом идеального голоса, 2, Бэнкс скакнула из музыкальной комедии в остросюжетный боевик. Ей даже кажется, что мюзиклы снимать труднее. В идеальном голосе, вспоминает она, до умопомрачения тяжело было синхронизировать хореографию и операторскую работу и подогнать под музыкальный ритм. По словам Бэнкс, правильно перемонтировать музыкальный номер почти невозможно, а в экшенах хватает одного дубля, как, например, в сцене столкновение машин. Съемки ведутся с нескольких камер, после чего сцену остается лишь довести до ума в редактуре. Честно, снимать мюзиклы было гораздо сложнее, вспоминает она. Режиссером боевиков клевый мюзикл снять просто слабо. Если Ангел и Чарли будут успешны и снимать продолжение попросят ее же. Бэнкс обещает преемственность. Когда она была звездой голодных игр в роли чудной эфибряк, ее грела мысль, что работа ей гарантирована. Своих сыновей Феликса и Магнуса, им сейчас 7 и 8, Бэнкс воспитала на съемочной площадке, как она сама вспоминает. Там же она попробовала себя в роли режиссера, начав с малого. Я очень благодарна голодным играм, это был шанс лучше познать себя. Я училась и набирала силу годами, это не произошло в одночасье, объясняет она. Я сделала франшизу из ничего, и надеюсь, что женщины и девушки, которые ею прониклись, оценят и Ангелов Чарли. Для меня все это бизнес, и в моей карьере это логичный шаг вперед. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.